...непровидит первичурание несудимое, которое мы обладаем в сообщении преступлений в 6 статье 292 уголовного закона на станке 1 статьи 2 статьи 302 уголовного закона в связи с установлением его действия в событиях преступления с признанием в соответствии с мотором 1 статьи 2, частью 1 статьи 133 уголовного закона право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда. Восложено поджать 4 статьи 159 уголовного закона к наказанию и лишении свободы на срок 5 лет в строительном полномочном режиме с дошерком в размере 200 тысяч рублей. В соответствии с 3 статьи 47 главного закона переговоров лишнего права занимать должности, связанных с учреждением функций представительства власти организационно-распорядительными и административно-позитивными функциями государственных органов и органов местного самоправления сроком на 2 года. В соответствии с 3 статьи 48 главного закона переговоров лишнего права занимать должность, связанных с учреждением функций и административно-позитивными функциями государственных органов и органов. В соответствии с 3 статьи 49 главного закона переговоров лишнего права занимать должность, связанных с учреждением функций и административно-позитивными функциями государственных органов и органов. В органов оправдан в плавении о совершении преступления 1 статьи 291 главного закона на основании 3 статьи 3 статьи 32 главного права занимать должность, связанных с учреждением функций и административно-позитивными функциями государственных органов и органов. В соответствии с 3 статьи 291 главного закона в органах, в соответствии с 4 статьи 291 главного закона незаконного права занимать должность, связанных с учреждением функций и административно-позитивными функциальностями государственных органов и органов. Уважаемый суд, полагаю, что доводы традиционного представления подлежат удовлетворению, поскольку судами допущены нарушения положения ст. 88 ч. 1 ПК РФ, досматривающая оценку всех доказательств своих совокупностей. Кроме того, в нарушении пункта 4 ч. 1 ст. 305 ПК РФ, вопреки разъяснениям Пленума Верховного Сударственской Федерации, изложены пункты 5 постановления Пленума 55 о судебном приговоре. Доказательства, имеющие существенное значение для разрешения дела и вынесения закона об основном решении, изложены не полно, а лишь той части, которая может быть расценена как свидетельствующая об отсутствии в действиях пригарного получения взятки авартанного пособничества в этом. Так, оценивая показания Шуликина, суд указывает на их противоречивость и непосредственность в части суммы взятки и периода передачи денежных средств, при этом объективные пояснения самого Шуликина о причинах изменения показаний, а именно ошибочности воспоминаний спустя длительный промежуток времени, судом признаны недостоверными. Кроме того, ссылаясь на противоречивость показаний этого свидетеля, из-за указания нескольких причин передачи пригарного взятки, получения разрешения на строительство здания и обеспечения строительства и ведения в эксплуатацию, при этом оставлена без внимания общая договоренность о покровительстве в деятельности Шуликина и о ритуал. Не опровергнуты показания названного свидетеля в части факта передачи пригарного взятки через Вартанова. Более того, выводы, что обоговори Пригарова и Вартанова Шуликиным в связи с его уголовным преследованием по статье 160 ГКС является голословным, так как каких-либо сведений о показании давления на свидетеля либо его склонения к даче ложных показаний в материалах уголовного дела не имеется. Сам Шуликин отрицал данный факт. Уголовное преследование Шуликина прекращено задолго до рассмотрения настоящего дела 6 июня 2022 года. Судом не дано оценки исследованию доказательства, указывающего на виновность Пригарова и Вартанова. В частности, это переписка Пригарова и Шуликина, в которой в последний период пересылает фотографии здания внутреннего убранства, при этом выясняет, что это был именно отчет о проделанной работе по распоряжению денег, полученных от взятки, а не желание свидетеля получить похвалу Пригарова за красивые шторы, как это представлено в приговоре. Факт посредничества Вартанова о получении взятки, помимо прочих доказательств, подтверждается в записи приговоров, сделанных чугуном, в котором Вартанов выступает доверенным лицом Пригарова и называет его шефом. Все участники разговора понимают, о ком идет речь. Механизм передачи взятки достоверно установлен в судебном заседании. Именно полученные деньги от передачи в эксплуатацию картофалков не учитывались в бухгалтерской отчетности предприятия, а Шуликины передавались ежемесячно. Вартановы впоследствии вкладывали строительство здания, что опровергает версию защиты об использовании Вартановым личных сбережений. Данный факт указан в судебном заседании свидетелем Синяевым. Более того, сумма взятки и даты их передачи, установленные следствием, также совпадают с показаниями названных свидетелей, однако в приговоре отражения не нашли, оценки не получили. Беря за основу показания приговора, суд указал на отсутствие того полномочия наказанием содействия Шуликину, при этом его активность в вопросе выяснения возможных минимизаций впоследствии для Шуликина от результата проверки контрольно-счетной палаты судом оставлена без должного внимания. При этом отрицание приговором данного факта судом оценено как способ защиты, а факт отрицания получения взятки как достоверная информация. Причин такой избирательности судом не приведено, что также указывает на нарушение уголовно-процессуального законодательства. Поэтому я прошу представление удовлетворить и отменить судебные решения в части оправдания приговора и Вартанова. Что касается доводов стороны защиты, изложенных в жалобах, полагаю, что они являются несостоятельными. Фактически обстоятельства мошенничества установлены правильно. Вина подтверждена доказательством, полученной настоящим образом, и которое всесторонне полно исследуем судебным заседанием, соблюдением ст. 87.88 ПК РФ. Адвокат Морозов доводит свои касационные жалобы с дополнением касационные жалобы от судебного приговора, касационные жалобы защитника адвоката Бадикова-Падеда. Ваша честь, разрешите выступить заявление, которое мне получил озвучить мой доверитель. После этого выступит защитник Бадиков, а потом я уже выступлю как защитник Морозова. Сейчас я оглашаю то, что мне поручил сообщить Андрей Викторович Пригарков о суде. В соответствии с пунктом 4 ст. 73 УПК РФ при производстве уголовного дела подлежит доказанный характер и размер ряда причиненным преступлением. На основании анализа материала дела утверждаю, что судом 1 апелляционной инстанции допущено грубейшее нарушение указанного требования закона. Судом в основу обжалованного приговора необоснованно и незаконно положена оценочная судебная экспертиза от 10 августа 2021 года, которая определяет дословно, кавычка, рыночную стоимость объекта недвижимого имущества-жилого дома. А фактически самовольного строения, сруба, возведенного Чугуновым, эта экспертиза выполнена старшим государственным экспертом ФБУ Саратовской ЛЦ Гильгун ММ. Обращаю внимание судебной коллеге на то обстоятельство, что суд первой инстанции в приговоре ссылается на несуществующее заключение строительной судебной экспертизы, выполненной Гильгун. Согласно выводам указанной экспертизы следует, что рыночная стоимость объекта недвижимого имущества-жилого дома по состоянию на июле-августе 2013 года составляет 1 млн 239 тыс. 301 руб. Допрошенное в судебное свидание старший государственный судебный эксперт Гильгун показало, что сруб построенный Чугуновым на кадастровый учет не поставлен, на него отсутствуют какие-либо технические документы. Данное строение является самовольным строением, поскольку не сдано в эксплуатацию и не зарегистрировано. На 2013 год этот сруб, по ее мнению, также являлся самовольным строением. Вместе с тем, следователем Белозерцевым был поставлен вопрос об оценке сруба именно как жилого дома, объекта недвижимого имущества, а не как самовольного строения, которым он являлся в действительности. Эксперт была вынуждена оценить данные самовольного строения как жилой дом, объекта недвижимого имущества, установив его стоимость в 1 млн 239 тыс. 301 руб. Если бы следователь поставил вопрос, не используя формулировку «жилой дом, объекта недвижимого имущества», она бы не смогла дать ответа на поставленные перед ней вопросы, потому что невозможно оценивать самовольное строение, так как самовольное строение вообще не оценивается. Данную экспертизу она бы сдала без исполнения. Суд, положив основу приговора заключения эксперта от 10 августа 2021 года, указал, что экспертам Гильгун стоимость недостроенного сруба установлена на август 2021 года в размере 1 млн 239 тыс. 301 руб., поскольку он правильно оценен именно как «жилой дом», так как в нем на тот момент проживали люди, и в доме имелась соответствующая обстановка. Под судимым пригаром не оспаривалось то обстоятельство, что в настоящее время дом является «жилым». При этом, по мнению суда, каких-либо нарушений, которые повлекли бы признание данного заключения эксперта недопустимым доказательством в ходе судебного избирательства, не установлено. К выводу суда по незаконной необоснованной оценке заключения эксперта от 10 августа 2021 года подтверждается следующее. Так, суд о нарушении статьи 252 ПК РФ вышел за пределы судебного избирательства. Согласно предъявленному приговору обвинения, а также согласно приговору суда первой инстанции, вину пригару обменено хищение недостроенного дома, а не жилого дома, который он являлся на момент проведения указанной экспертизы в августе 2021 года. В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда 30 ноября 1.17 года, номер 48 о судебной практике по делам о мошенничестве и предстоянии расстреливания, определяя стоимость имущества, похищенного в результате мошенничества, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. Согласно предъявленному приговору обвинения, а также по приговору суда первой инстанции, недостроенный дом был передан приговору в июле-августе 2013 года. То есть судом в обжалованном приговоре не установлена фактическая стоимость недостроенного сруба на момент совершения преступления, то есть на июле-августе 2013 года. Фактически судом установлена стоимость строения, которая вину приговору не обменялась, и не на момент совершения преступления, а на августе 2021 года. Судом не учтен статус недостроенного дома как самовольного строения, которое в соответствии с действительным законодательством может быть оценено только как строительный материал, а не как жилой дом. Данный статус саморольного строения достоверно установлен и подтвержден в судебном заседании. Пригарова действительно не оспарилась того обстоятельства, что на момент проведения экспертизы, август 2021 года, фактически стало возможным проживать в срубе перед ночью Гуновым, поскольку начиная от фундамента и заканчивая крышей, то есть весь этот дом с 2013 года был существенно изменен, переделан, вплоть до замены некоторых бревен несущих стен, братом Пригаровым, Пригаровым, Пригаровым РВ. Однако на июле-август 2013 года в данном доме проживать было невозможно, о чем Пригаров и доброшенные свидетели неоднократно обращали внимание в ходе рассмотрения уголовного дела. Более того, сам Чугунов на вопросы защиты неоднократно сообщал о том, что на лето 2013 года сруб был недостроен и в нем проживать было невозможно. Несмотря на то, что по мнению суда заключение эксперта проведено в соответствии с методиками и не содержит существенных нарушений, суд существенно изменил установленную экспертом сумму сруба жилого дома с 1 млн 239 302 рубля на 1 млн 16 226 рублей 82 копейки, исключив налог на добавленную стоимость в размере 18%. При этом суд почему-то проигнорировал другие существенные нарушения, допущенные в ходе проведения указанной экспертизы, существенно увеличивающие стоимость сруба жилого дома, в том числе не применил коэффициент измноса сруба, срок службы которого всего составляет 50 лет. Таким образом, заключение эксперта незаконное и необоснованное положено судом в основном обжалованного приговора, к нему следует относиться критически. Также в ходе судебного заседания по ходатайству стороны обвинения, мотивировавших ходатайство недоверием, к заключению эксперта Гельгун и противоречивающим его показаниям и выводам, судом назначена и проведена дополнительная судебно-строительная экспертиза от 30 ноября 2022 года. Из выводов данной экспертизы следует, что экспертам была предназначена стоимость материалов на июль-август 2013 года, согласно пояснениям сторон. Эксперт учитывал только те материалы, которые были подтверждены обоими сторонами. При расхождении в пояснениях используемых материалов, эксперт данные материалы не учитывал. Стоимость материала данного сруба на июль 2013 года с учетом износа, согласно заключению, проведенному судом экспертизы, составила 48 037 рублей, а на август 2013 года 47 909 рублей. Полагаем, что с учетом указанных недостатков, оценочной судебной экспертизы, а также в соответствии с принципом призывов, закрепленной статьей 14 ПК РФ, все сомнения в виновности обменяемых, которые не могут быть устроены в порядке, установленные настоящим кодексом, необходимо толковать пользу обменяемого и исходить из того, что стоимость материалов, используемых для строительства сруба в августе 2013 года, составляла 47 909 рублей. Помимо этого, потерпевшим чугуновам представлена непонятная копия разнообразных платежных документов, на которую он ссылается как на документы, якобы подтверждающие совершенную им покупку сруба в ООО «Лопуховский Бор». При этом в данных документах отсутствует сведения о приобретении бревен сруба, либо сруба целиком. В защите из судов первой инстанции представлен ответ из «Лопуховского Бора», согласно которому следует, что в 2004 году бревна для сруба из сосны, а также сруб из сосны не заготавливались этим обществом и не реализовывались. Соответственно, ООО «Лопуховской Бор» не реализовывало чугуново бревна для сруба сосны и сруб из сосны. ООО «Лопуховской Бор» в 2004 году занималось только реализацией пиломатериалов – доска, брус, ДВП и ДСП. Какими-либо документами за указанный период времени «Лопуховской Бор» не обладает. Считает пригару, что чугунов намеренно не сообщил действительное место приобретения или получения бревен сосны для сруба, поскольку их стоимость, либо значительно меньше указанной стоимости чугуновым, либо это бревна чугунова вовсе достались бесплатно. Кроме этого, судом проигнорирована и не дана какая-либо оценка заключению строительно-технической экспертизы от 8 июня 2021 года. В судебном заседании по ходатайству защиты исследовано заключение эксперта от 8 июня 2021 года, выполнено тем же государственным экспертом Гильгун, из выводов которого следует, что исследование проводилось с выходом на место 21 мая 2021 года. В заключении тот же эксперт указывает, что на дату исследования данный объект является жилым домом и описывает его конструктивные характеристики, отмечая при этом стены и перегородки дерева, кровли металлочей птицы, полы ламинат, плитка и проемы пластиковые стеклопакеты, входной дверной блок металлический, внутренние санитарно-технические и электротехнические работы, газовое отопление, электричество, водопроводка, канализация и вентиляция. В своем заключении эксперт, отвечая на вопросы следствия, ссылается на постановление правительства РФ 28 июня 2006 года об утверждении положения о признании помещения жилым помещением 9С с изменениями и дополнениями. И с учетом выше перечисленных признаков исследования объекта делает вывод о том, что на момент исследования, то есть на 21 мая 2021 года, данный объект обладает признаками жилого дома. Кроме того, эксперт однозначно делает вывод о том, что исследование объекта, жилой дом, на момент проведения экспертизы не прошел государственную регистрацию, не поставлен на кадастровый учет и технические документы на него отсутствуют. Данный объект является самовольным строением, так как строение не сданно в эксплуатацию и не зарегистрировано. Также эксперт делает однозначный вывод о том, что на вопрос следствия, какова давность возведения внешних конструктивных элементов, крыши, фундамента, дымохода, вентиляционных каналов и подвала исследования дома, ответить невозможно в связи с отсутствием соответствующей методики исследования. Таким образом, каким было техническое состояние недостроенного сруба в 2013 году, в период преступления вмененного Пригарова, эксперту неизвестно. Обращая внимание суда Конституционной станции на то обстоятельство, что как на предварительном следствии, так и в ходе всего судебного следствия, было достоверно установлено и нашло свое подтверждение в показаниях Чугунова, Топихина, Пригарова РВ, подсудимого Пригарова АВ, а также решением вступивших в законную силу Ленинского районного суда города Саратова, земельный участок, на котором Чугунов возвел самовольное строение, переданное в качестве расчета за долги, оформленного и установленного в законе порядком никогда не было ни на Чугунова, ни на других лиц. Вывод суда первой инстанции в приговоре, стр. 41.2, о том, что недостроенный дом в соответствии с статьей 222 Гражданского кодекса РФ относится к категории недвижнего имущества, а также о том, что возведенный Чугуновым дом является самовольным строением, не лишало Пригарова ни лиц, которым дом был передан, принять меры к легализации указанного недостроенного дома в порядке, установленном законодательством. Этот долг является необоснованным и не соответствует положению действующего законодательства. Так, положение ст. 222 ГКС «Самовольная постройка» регулирует понятие и правовой статус самовольной постройки. Диспозиция указанной статьи не дает определения понятию недвижимое имущество. И не содержит даже описания об этом. Кроме того, в соответствии с частью 3 ст. 222 ГК РФ, право собственности на самовольную постройку может быть призвано судом, а предусмотренным законом случаев и в ином установленном законопорядке за лицом в собственности или в пожизненном наследовании, досрочном и бессрочном использовании, в котором находится земельный участок, на котором создана постройка. Таким образом, оформить в рамках действующего законодательства самовольную постройку можно только при наличии права на земельный участок, на котором расположена самовольная постройка. Как указано в конституционной жалобе и было достоверно установлено в ходе судебного следствия, какого-либо права на земельный участок оформлено не было. Полагаю, что суд первой апелляционной инстанции намеренно проигнорировал данное очень важное и принципиальное для защиты доказательства, поскольку оно противоречит сформированной обвинительной позиции суда по данному эпизоду, замененному приговору. На основании сложного руководства из статьи 401.1 и 401.4 ПКРФ прошу рассмотреть все доводы к конституционной жалобой, дать им надлежащую мотивированную оценку, основанную на требованиях закона. Приговор Кировского районного суда города Саратово 31 марта 2023 года, традиционное определение судебной коррекции в уголовном делам Саратовского областного суда 22 мая 2023 года в отношении меня, приговора Андрея Викторовича, отменить. Уголовное дело в отношении меня, приговора прекратить на основании пункта второй части первой, статьи 401.14, пункт 2, часть 1, статьи 24 ПКРФ за отсутствие в действиях состава преступления. Приговор Андрея Викторовича, 6 марта 2024 года. Прошу выступить. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, доводы к конституционной жалобой, приговора защиты, а также доводы к конституционной жалобой, поддержки в полном объеме, на них настаиваю. Прошу рассмотреть все доводы к конституционной жалобой, дать им надлежащую мотивированную оценку, основанную на требованиях закона. Уголовное дело в отношении приговора Андрея Викторовича по части 4 статьи 159 ПКРФ прошу прекратить за отсутствие действий в состава преступления. Конституционное представление заместителя прокурора Саратовской области об отмене приговора Киевского района суда и апелляционного определения Саратовского областного суда в части оправдания приговора по части 6 статьи 290 ГКРФ прошу оставить без удовлетворения, а решение судов в этой части без заменения. Доводы к конституционного представления, по нашему мнению, являются необоснованными, несостоятельными по нерастоящим обстоятельствам. Просмотрение материала по уголовному делу судей первой инстанции показало, что фактически все признаки состава преступления по части 6 статьи 290 ГКРФ, подлежащие доказу соответствующей статье 73 ГКРФ, и указанным убедительным заключением, нашли свое подтверждение. Все обвинение приговора по части 6 статьи 290 ГКРФ построено только на словах свидетелей Шуликина, не подтвержденных какими-либо объективными данными. При этом у Шуликина имелись резкие основания для оговора приговора. Шуликин, по нашему мнению, был вынужден оговорить приговору в связи с тем, что непосредственно перед возбуждением уголовного дела в отношении приговора 30 декабря 2020 года следственными органами полиции в отношении самого Шуликина был возбужден уголовное дело по признакам преступлениям, предусмотренных в части 4 статьи 160 ГКРФ. В тот же день, после возбуждения в отношении Шуликина уголовного дела, а именно через 35 минут, он дал объяснение, в котором сообщил о якобы передаче приговора взятки. Анализ многочисленных показаний свидетелей Шуликина свидетельствует о том, что на протяжении всего предварительного и судебного следствия, суде первой инстанции, он постоянно существенно изменял свои показания, подстраиваясь под складывающую процессуальную ситуацию по уголовному делу. Шуликин существенно изменял и уточнял свои показания в части периода суммы якобы передаваемой приговору взятки. Например, в ходе производства предварительного следствия выяснилось, что Вартанов на протяжении длительного времени отсутствовал на территории Саратовской области, и с чем даже гипотетически не мог участвовать в качестве посредника ежемесячно передаваемой приговору взятки. Шуликин, узнав о данном обстоятельстве, немедленно сориентировался в сложившейся ситуации к уголовному делу и сразу же изменил свои показания. Шуликин исключил из общего периода якобы передаваемой взятки время отсутствия Вартанова на территории Саратовской области, соответственно, вынужден уменьшив в значительном размере общую сумму взятки с более чем 18 млн. рублей до 7,7 млн. рублей. Еще одним примером служит ситуация, связанная с тем, что защита органа следствия представлена на предварительном следствии доказательства, свидетельствующей о невозможности ежемесячно передачи половины прибыльного ритуала в размере 500 тыс. рублей в качестве взятки. И в этом случае Шуликин сразу же отреагировал на новую сложившуюся ситуацию по уголовному делу посредством существенного изменения своих показаний. А именно, Шуликин в данном случае сообщил новый источник якобы переданной взятки нашим подзащитам. Более того, в ходе предварительного следствия Шуликин обратился с писемным заявлением, извинением в адрес Пригоро, в котором он сообщил о том, что он соблуждался о совершении Пригоро данного коррупционного преступления и принес соответствующие извинения. В суде первой инстанции Шуликин в ходе своих многочисленных допросов подтвердил факт добровольного написания и обращения к Пригоро с данным заявлением извинения. В каких-либо данных, подтвердящих факт передачи Шуликин в денежный следствия Пригоро через посредник Варта, оно по уголовному делу не имеется. Денежные следствия, якобы переданные Пригоро в качестве взятки, не изъяты и не признаны общественным доказательством по уголовному делу, то есть отсутствует предмет взятки. Также данный факт передачи Шуликина в взятки Пригоро не подтверждается и какими-либо проведенными оперативно-ростными мероприятиями, в том числе и какими-либо аудио-видеозаписями. Органам следствия нарушены так называемые стандарты, доказанные по уголовному делу. В данном случае получается, что взятка датель Шуликин с одной стороны и Пригоро, а также Уартанов с другой стороны об одних и тех же обстоятельствах дали взаимосключающие показания. Какие-либо иные доказательства, позволяющие делать вывод о недостоверности показаний подсудимых Пригорова Уартанова, о непричастности к получению взятки, либо о достоверности показаний свидетелю Шуликина по передаче взятки, не представленной в судебных заседаниях и не содержится в материалах уголовного дела. Так, допрошенные в судебные заседания свидетели обвинения не являлись очевидцами передачи якобы имевшей место взятки Шуликиным нашим подзащитным, но фактически по данному поводу им ничего не известно. Ссылка к государственным обвинениям на протоколы следственных действий не изобличает Пригорова к получению взятки от Шуликина через последний Ковартанов. Считаем, что осуждение государственного обвинения о виновности Пригорова в совершении преступлений, предусмотренном чаще 6 ст. 290 ГК РФ, носит предположительный характер, что прямо противоречит требованиям закона необходимости обоснования выводов о виновности конкретными фактами и доказательствами, что противоречит правилам оценки и доказательств предусмотрены ст. 88 ГК РФ, в том числе с точки зрения их достаточности для признания лица виновным в совершении данного преступления. Все представленные доказательства судом первой инстанции по эпизоду в части оправдания Пригорова в совершении преступления предусмотрены часть 6 ст. 290 ГК РФ, в соответствии с требованиями УПЗ, тщательно проверены. Сопоставлена между собой, им дана правильная оценка с точки зрения относимости, допустимости и достоверности. А в совокупности достаточно для разрешения дела по существу и постановления оправдательного приговора в этой части. Все обстоятельства, подлежащие доказанной в соответствии с ст. 73 ГК РФ, установлены правильно. В противоречии способных поставить под сомнение невиновность Пригорова в части его оправдания по ч. 6 ст. 290 ГК РФ, следовое доказательство не содержит. Вопреки доводам конституционного представления, приговор Кировского района суда города Сара-2, 31 марта 2023 года в части оправдания Пригорова по ч. 6 ст. 290 ГК РФ является правосудным и отмене не подлежит. Апелляционное представление рассмотрено судом апелляционной инстанции с приведением мотивов отклонения его довода. Всем доводам и апелляционным представлениям по эпизоду оправдания Пригорова апелляционным судом дана надлежащая оценка в соответствии с требованиями ст. 389 со значком 28 ГК РФ. Оснований для отмены апелляционного определения Саратовского областного суда 22 мая 1230 года в этой части не имеется. Спасибо. Уважаемый суд, я приготовил речь по эпизоду о получении срубной. Сейчас я его зачитаю, чтобы не говорить лишних слов и не тратить лишнее профессиональное время. Но сначала хочется сказать по эпизоду по Шулейкину. Здесь хочется парировать прокурора и сказать вот что. В настоящее время уже прошло три года, как проводится уголовная преследователь, бывший прокурор Кировского района, Г.Р. Андрей Викторович. На момент задержания он являлся прокурором Кировского района. И естественно наш доверитель, как никто понимает, что ошибочность возникшей ситуации и те же нарушения стандартов доказывания, собирания, доказательства их оценки, которые были даны следствием и судом. И хочется сказать прокурору, который заявляет о том, что по эпизоду Шулейкина, а я буду в своей речи останавливаться только на эпизоде Чугунова, Хочется сказать то, что очень интересно звучит, когда прокурор говорит, что не опровергнуты приговором показания Шулейкина. То есть они не подтверждены, они не опровергнуты ничем. То есть есть показания Шулейкина. И ошибочность его воспоминания приговором-оправдательным положена в основу этого приговора. Ошибочность воспоминаний. Мой коллега Бадиков остановился на том, что Шулейкин был допрошен 18 раз. 18 раз, ну и объяснение в ходе различных его показаний. Во время следственных действий, различных очных ставок, осмотров мест происшествий. 18 раз он возлагал свою версию. За эти 18 раз они претерпели глобальные изменения, начиная с количества месяцев. Они кратно упали количество месяцев. И сумма упала с 18 миллионов до 7 миллионов 700 тысяч. Это тоже кратно упала сумма взятки. То есть человек не помнит, куда растворилось 10 миллионов. На многочисленные вопросы защиты он говорит только о перенесенных заболеваниях ковид. Которые ему не позволяют что-либо вспомнить. А поэтому ошибочность его воспоминаний, она удивительна. И о чем еще хочется сказать, что в середине расследования уголовного дела в адрес Следственного комитета и в адрес защитника приговора поступило заявление Шулейкина с извинениями перед приговором за то, что он его оговорил. Это было в середине расследования уголовного дела. После получения этих извинений, которые мы получили по почте к нашему несказанному удивлению, как защитников, мы это прочитали и были очень, так мягко скажем, удивлены. И это поступило, оказывается, и в Следственный комитет. Было возобновлено уголовное дело, уголовное преследование Шулейкина. И после этого он также изменил показания еще раз. Я таких прецедентов больше не встречал. Это было очень удивительно и возникала вот та самая парадоксальная ситуация, что после принесения извинения он в суде объясняет тем, что это был минутный порыв слабости и жалости к Андрею Викторовичу. Кроме этого, последнее, наверное, что можно сказать, да, звучит, что прокурор акцентировал внимание, опустив огромное количество подробностей, как по одному эпизоду, по второму акцентировал внимание, что Шулейкин направил фотографии шторм Пригарову. И Пригаров добился от него похвалы. Это, оказывается, была не похвала, а сообщение о строительстве. Так вот, исходя из этих сообщений, там действительно есть фотография помещения, шторы и действительно вот такой знак в WhatsApp, который означает похвалу. Шулейкин направил фотографию, получил похвалу. Но прокурор молчал о том, что Шулейкин с Пригаровым связывают длительные дружеские отношения. Длительные. Они дружат более 20 лет. И, естественно, когда Шулейкин что-либо построил, направление таких фотографий было абсолютно нормой. И вот от действующего прокурорского работника строгий знак, смайлик в виде поднятой палец, указательный палец вверх, он как раз и говорит о похвале, но очень сдержанной похвале. Вот этого от прокурора мы не услышали. Кроме этого, теперь перехожу к эпизоду Чугунова. В конституционных жалобах сторона защиты подробно привела десятки доводов о том, что вынесены в отношении Пригару обвинительный приговор и апелляционные определения являются незаконными. Нам указаны конкретные нормы законов, которые были нарушены в пункте постановления приемов Верховного суда, задержащие разъяснения, которые при вынесении решений нежестоящие суды попросту проигнорировали. Детально проанализируя материалы уголовного дела в части заключения строительных технических экспертиз и наглядно со ссылками на обведомственные акты, в наших жалобах показано, какие ошибки допустил эксперт. Очевидно, что мотивированное рассмотрение наших аргументов, или хотя бы части из них, приведет вас к выводу о незаконности осуждения Пригарова и необходимости пересмотра вынесенного в отношении него решений по эпизоду Чугунова. Многие доводы, изложенные в конституционных жалобах, приводили с нами еще на стадии предварительного слушания. Мотивированного возражения на них от прокуроров мы не добились до настоящего времени, хотя прошли уже две судебные инстанции. Не услышали мы сегодня это выступление сотрудников Генеральной прокуратуры. Принципиально не захотел рассматривать наши аргументы не районный суд, а также и Саратовский областной суд. Ни в приговоре, ни в апелляционном определении мотивированной оценки нашим утверждением, со ссылки на конкретные нормативные акты и анализа материалов уголовного дела не имеется. К сожалению, то же самое сейчас происходит и сейчас. Исходя из основного принципа уголовного процесса, принципа состязательных сторон, именно прокуратура была обязана опровергнуть доводы защиты, а суд, естественно, дать окончательную мотивированную оценку. В речи прокурора мы услышали лишь формальные заявления о том, что вина доказана, в решении законов нет и так далее. И услышали про шторы, которые, оказывается, один человек отправил другому фотографии. Если бы все доводы жалоба будут рассмотрены, то по мнению защиты может быть принято только одно решение. Приговоры и апелляционные определения отменены с прекращением уголовного дела за отсутствие действий в приговорах состава преступления. Именно это я и прошу сделать. Спасибо за внимание. Прошу письменную речь приобщить к материалам дела. Прошу письменную речь приобщить к материалам дела. Считает конституционное представление прокуратуры Саратовской области необоснованным, несостоятельным, поскольку судом первой и второй инстанции правильно дана оценка всем исследованным судебным заседания доказательством и вынесено законное и обоснованное решение. Я также хотела, я не буду повторяться, поскольку здесь достаточно мои коллеги сделали анализ всех тех доказательств, на которые сослался суд в своих судебных решениях. Я хотела бы только одно сказать, дополнить то, что действительно из выступления представителя государственного обвинения совершенно проигнорировано требование закона, а именно статья 49 Конституции Российской Федерации, часть 3, в силу которой все неустранимые сомнения тропаются только в пользу подсудимого. Также полностью проигнорировано положение статьи 14 Глава Курсуального закона, что обвиняемый не доказан в свою невиновность и время доказания лежит именно на гособвинении. Так вот, ни одного из тех доказательств, на которые ссылается представитель государственного обвинения и которое указано в конституционном представлении, они не отвечают требованиям именно статьи 88, и ни одно из доказательств не доказывает вину моего подзащитного в инкриминированном деянии и по мнению гособвинения, якобы считающей доказанной его вину. С учетом всего изложенного, защита считает, что приговор Кировского районного суда города Саратова 31 марта 2023 года, на отношении которого при Гарах Андрей Викторович и Вартанов Олег Шаянович оправданы по предъявным обвинениям. Вартанов Олег Шаянович оправдан именно по части 4 ст. 291 прямовой уголовного кодекса Российской Федерации на основании пункта 3 части 2 ст. 302 в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. И также апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Саратского областного суда 22 мая 2023 года, согласно которой приговор также оставлен оправдательный, не был отменен. Также считаю обоснованными законами, в связи с чем прошло конституционное представление прокуратуры Саратской области, оставить без удовлетворения судебное решение, без изменения. Спасибо. Я пишу чугуном. Ваше отношение к долгам и кассационным жалобам? Уважаемый суд, все долги кассационные жалобы были подробно исследованы в Кировском суде. Они все опровергнуты. Более того, возражение предоставило дополнительное приказательство этих практически нового возведения, как я считаю. Суть просто идет повторения одного и того же части оценки. Оценка защиты 48 тысяч. Это двухэтажный дом с массажей, с полуподвалом. Это 48 тысяч, чтобы не привезти транспортные расходы на это дело. Потом самовольная постройка была признана после того, как я передал дом Андрею Викторовичу. То есть на момент передачи это был... Вообще дом проектируется с самого начала жилым домом. Это проект для решения изначально толкования его теоретического статуса. В качестве... С этим в нем поживает брат Пригарба, что полностью подтверждает, что он жилой. То есть у меня украли дом, мне дали мне оформить и достроить дом. И теперь еще у меня это в качестве оправдания. Ну это чудовищно, я считаю. Если честно говоря, 10 лет сдевается, Наташа Семеновна. Прошу прощения. Прошу удовлетворить возражение, постановую жалобу. Гособвинение по данному вопросу в связи с оправданием Пригарба. В частности, что ничего оправдали. Ну это не касается у вас. Да, я прошу прощения. Это эмоция. В частности, в течение приведениящих дома прошу услугу оставить без изменений приговор. Удаляйте совещательную форму для принятия решения. В городе Саратов, 7 марта 2024 года, судебная коллегия помогли на первую постановую суда общий рейсдикт в составе представительствующих судей Иванина, судей Шумакова, Перегориной, пресс-секретарей Буряковой, с участием прокурора постанового отдела правления генеральной прокуратуры Российской Федерации Лазарова, потерпевшего Чугунова, защитника постуженного Пригарба, адвокатов Морозова, адвоката Владикова, защитника оправданного Бортана, адвоката Писакина, рассмотрев в открытым судьям заседаний уголн дела по казационному представлению заместитель прокурора Саратовского Симановича, казационные жалобы, осужденного Пригарба, защитников, адвокатов Морозова, Бадикова, дополнительно казационные жалобы защитников осужденного Пригарова, адвокатов Морозова и Бадикова На приговор Кировского районного суда города Саратова 31 марта 2023 года апельсионное определение Саратовского областного суда 22 мая 2023 года, изучив материалы уголовного дела, доводы кассационного представления, кассационных жалоб с дополнениями, выслушав участников процесса, судебная коллегия руководствует статью 4114 ПК РФ определила. Приговор Кировского районного суда города Саратова 31 марта 2023 года апельсионного определения Саратовского областного суда 22 мая 2023 года в отношении приговора Андрея Викторовича Вартан Валива Шаеновича оставить без изменений кассационное представление кассационной жалобу сужденного и его защитников в дополнение кассационной жалобе защитников без удовлетворения. Мотивированные решения суда и протокол судебного заседания будут изготовлены в течение 7 и 3 суток соответственно. Купим и термином решения суда можно получить в суде первой инстанции обжалок Верховного Суда Российской Федерации. Участники вправе ознакомиться с протоколом судебного заседания и подать на него замечание о установлении закона в срок. Решение суда о разъяснении участников процесса понятно? Да. Судебное заседание закрыто.